Появление Т-80БВ в войсках не блащ, а острая необходимость. 19 апреля 2019 года Вестник Мордовии Появление Т-80БВ в войсках не блащ, а острая необходимость. Источник изображения В 2017 году на учениях Запад-2017, кроме машин семейства Т-72, были задействованы также танки Т-80БВ с газотурбинными двигателями. Мы тогда самыми первыми обратили на это внимание. В личных беседах многие ветераны танковых войск, долгое время эксплуатировавшие и даже воевавшие на этой технике, выражали свою радость в связи с этим, считая, что наконец-то голос разума возобладал. Источник изображения Вестник РМ.ру Дело в том, как мы уже сообщали, Т-80БВ до недавнего времени массово использовались в соединениях российской армии, на территории бывших Ленинградского, Московского и Дальневосточного военных округов. При прежнем руководстве МО было принято решение эти машины заменить на дизельный Т-72, что вызвало большое недовольство офицеров, специализировавшихся на восьмидесятках. К их большому огорчению на базы хранения отправились даже машины, недавно прошедшие капитальный ремонт и получившие двигатели в 1250 ЛС. Источник изображения Вестник РМ.ру Правда, в Кантемировской дивизии было решено оставить более совершенный Т-80У, который демонстрирует свои высокие характеристики не только на выставках, но и на различных учениях. В 2017 году возвращение в армию Т-80БВ никакого ажиотажа не вызвало. Зато сейчас оно почему-то получило нездоровый накал. Дескать, мы не в состоянии эксплуатировать одновременно несколько типов танков. В 90-е и в начале нового века, когда экономика страны лежала в развалинах, практически не было никакого финансирования, Российская армия успешно справлялась с тем, что у нее на вооружении были Т-55, Т-62, Т-62М. В учебных подразделениях служили Т-64Б и Т-64БВ. В войсках можно было встретить как древние Т-72 Урал, Т-72А, так и Т-72Б-1, Т-72Б, Т-72Б, Т-90, а также упомянутые Т-80Б, Т-80БВ, Т-80У. Источник изображения Вестник РМ.РУ. Сейчас типаж техники значительно сократился, и газотурбинные машины на вооружении никакая не проблема. Об их преимуществах столько написано, что нет необходимости повторяться. Я не удивлюсь, кстати, если со временем появится даже версия армады с ГТД. Насчет ремонта Т-80, он успешно осуществляется на родном предприятии в Омске. Плюс, как сообщается на сайте 103 бронетанкового ремонтного завода, Забайкальский край, Читинский район, ГП Атамановская, там освоен ремонт всех образцов бронетанковой техники, состоящей на вооружении нашей армии, в том числе танков Т-72Б и Т-80БВ. Источник изображения Вестник РМ.РУ. Появление в войсках 80-ок модификации БВ не какая-то блащ, а острая необходимость. Дело в том, что сейчас в российской армии формируются новые части и соединения, а они нуждаются в технике. Поэтому грех не воспользоваться хорошо зарекомендовавшими себя танками, у которых еще очень большой ресурс. Тем более, большое количество запасных частей для них было изготовлено еще во времена СССР. Продолжение следует Лейф Романов. Фото Дениса Передриенко. Право на данный материал принадлежит Вестник Мордовии. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.